В рамках двухдневного рабочего визита в город Артем, губернатор Приморья Олег Кожемяка побывал на второй плотине, где встретился с местными общественниками и обсудил вопросы возможного восстановления некогда излюбленного места отдыха горожан. Сейчас на месте водного объекта заснеженный пустырь. Три года назад, во избежание затопления городского рынка во время ливней, воду из водохранилища пришлось слить, разрушив дамбу. Сам Бог дал нам вот такую возможность здесь сделать такую красоту. У нас Артем – это узел транспортный, сами знаете. И здесь меккотуризм может быть, если проявить политическую, хозяйственную и, в общем-то, деловую структуру. Вот вы считали, сколько, допустим, стоит убрать эту плотину? Раз. Второе – провести непосредственно обустройство этой речки, да, то, что потребуется ее проводить, берегоукрепление, доноуглубление, значит, и берегоукрепление, то есть вдоль Артема по тем прудам, которые там засохли в центре города, которые находятся. Олег Кожемяка напомнил, что год назад уже давал поручение главе города Артема проработать благоустройство этих территорий. Теперь, обращаясь к собравшимся, глава региона попросил просчитать все варианты с учетом берегоукрепления и водоотведения, посмотреть, возможно ли восстановить этот объект, ведь здесь может появиться хорошая рекреационная зона, которая украшала бы город. Кроме того, пообещал поручить Краевому министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с администрацией Артемовского городского округа подготовить экономическое обоснование восстановления второй плотины на реке Озерные Ключи. Тогда станет ясно, может ли быть у этого места новое полезное применение. Я еще подключу к этому наш департамент, Министерство имущественных отношений. Первое, право восстановления на это водохранилище, если оно, допустим, федеральное, то процесс передачи какой должен быть. Второе, примерный отсчет стоимости вот этих всех сооружений, которые должны быть сделаны для того, чтобы обезопасить и жителей Артема, и создать эту рекреационную зону. Во сколько это нам примерно обойдется? Ну, ориентировочно, не надо там детали, потому что мы не будем пока заказывать ни ПСД, ни аукцион, ничего проводить, просто чтобы было понимание. И что здесь можно сделать, да, допустим, вместе с общественниками, у них там есть какие-то предложения, но только вот исходя из этого, потому что мы год назад об этом говорили, еще раз говорю. Хорошо? И материалы по землям возьмите. Продолжение следует. Продолжение следует...